Добрый день, дорогая церковь! Очень жаркий день. Я просто тоже хочу очень посвятительствовать. Как Петр, когда сидел в темнице, и Ангел Господень освободил его. Он первым же делом побежал к своим братьям и сестрам, чтобы явиться им. Он просто хотел свидетельствовать, что с ним Господь сделал. И я хочу быть открытым для вас. И просто сказать, что Бог в последнее время делал со мной и на протяжении всего пути, что я живу здесь, в Германии. И рассказать, что Бог в последнее время делал со мной, но и на протяжении всего пути я в Германии. Начну с документов, как я молился, чтобы Господь мне дал дальше получить визу после моей учебы, так как у меня нет официальной работы. Я закончил учебу и как-то нужно дальше получать визу. И все, кто знает, очень сложно получить визу после учебы, окончания учебы. Если у тебя нет ни родственников, ни жены, ни мужа. И все, кто с этим делал, wissen ganz genau, что это очень сложно получить, если вы не работаете, или нет родственников в стране. Я пришел визу визу. И показал все мои документы, что нужно было им предъявить. И там было два человека, которые все это проверяли. Они посмотрели на мою медицинскую страховку. И сказали, в Германии этого недостаточно, ваша страховка не покрывает ваше пребывание здесь, на территории Германии. И они сказали, что все нормально будет. Там пошли дальше и спрашивают, покажите ваш контоустык. И я понимаю, если я вам покажу, я, наверное, никогда не получу эту визу. И я сказал, что я не знал, что нужно показать контоустык. Нужно только показать ваши договора, что мне будут платить за мою работу, временную, не временную. В итоге они дают мне бумагу, где нужно заполнять мой бизнес-план, финансированный план. И letztendlich geben sie mir einen Vordruck, den ich ausfüllen musste, zu meinem финансированный план. Heißt das so? Для меня это было просто белые, это листы, черные это буквы. И это были просто белые, это листы, черные это буквы. И это были просто белые, это листы, черные буквы. Там я не понимал половину слов, что такое роеттрак, эртрагungs, überschuss, что это такое. С моим немецким, это было для меня как... Я не считаю, что это было не постижимое. Слава Богу за братьев и сестер. И я дамя Богу за братьев и сестер. Я звоню одной сестре. И у этой сестры рядом стоит знакомая, которая закончил БВЛ. Он сам уже много лет... Как, самостоятельно? Частный предприниматель. Частный предприниматель, да. И в течение часа мы это все заполнили. И через три часа общение с этими работниками. Я получил эту Визу. Вместо того, чтобы заплатить 100 евро за Визу, они взяли только 40 евро. И они сказали, в следующий раз приходите со всеми документами. И они сказали, в следующий раз приходите со всеми документами. Я просто не знаю, для меня это было просто Рука Божья. И я не знаю, для меня это было просто Рука Божья. И я буду продолжать в Америку, буду учиться на русском языке, музыкальном служении. Я открыю школу на русском языке. И я буду учиться на русском языке, и я буду учиться на русском языке. И у Бога свои пути, как я должен достичь этой цели. Когда я только приехал в Берлин, у меня были некие знакомые, но у меня не было жилья. Я просто приехал, взял комнату в хостеле и решил думать. Сейчас мне надо искать какую-то квартиру. И когда я приехал в Берлин, у меня были определенные знакомые, но у меня не было жилья. И я просто приехал в хостеле и подумал, как я буду продолжать. Через сайт корейский Берлин, так скажем. Через сайт корейский Берлин. Я просто вышел на людей. Они парикмахеры. У них три Дочери. И они стали для меня... Я был для них как сыном. И я также посещал корейскую Церковь. И этот, он был для меня как дядя, практически родной дядя для меня, их отец. И он заболел раком, и два года уже прошло после его похорон. И я просто благодарю Бога, потому что Бог в нужный момент дает нужных людей, через них я очень многому научился. Это были первые похороны в моей жизни. И он говорил одну вещь, когда Бог меня исцелит, когда я поеду на Миссию, я хочу послужить людям, как я говорил, у Бога свои планы, свои пути. Но, как я уже говорил, Бог имеет свои собственные дороги и свои собственные планы. Когда есть возможность, сейчас время посвящаться и служить. Когда я здоров, когда у меня есть возможность, когда у меня есть время. Если я здоров, когда у меня есть время. Да. И среди всего этого я общался с их дочками. И старшая дочка в слезах после разговора с главным врачом пришла ко мне. Очень прямолинейно, но правда. Очень прямолинейно. Я, конечно, молился все-таки за исцеление. Но Бог не ответил. У меня почему-то просто была уверенность. Через местописание и старозакония. Он ответил или нет. А ответил. Он ответил или нет. Он ответил. И я ответил, что Моисей, он дал ему увидеть эту землю хананскую, но он в нее не вошел и умер. Я не знаю, кто как слышит голос Господа. Я просил Бога и молился, чтобы он мне ответил. У меня была уверенность в этом. И я просил Бога и молился, чтобы мне ответил. И я просил Богу за такие люди, которые у нас есть в жизни. И я благодарю Богу за эти люди, которые у нас есть в жизни. Я хочу также поделиться о том, когда Пророк Скотт приезжал. И я молился, когда Пророк Скотт приезжал. А я молился Богу, что мне делать после моей учебы. Можем ли я куда-то ехать, учиться, работать. Можем ли я куда-то ехать, учиться, работать? И Скотт пророчествовал, что Бог дает работу, и я должен взять себя за это. И сказал, окей, хорошо. И я буду ждать эту работу, буду дальше искать работу. И я буду дальше искать работу. И в моих студенческих годах я привык, и в недостатке, и в избытке. И в 25 лет были времена, когда я зарабатывал по 7-8 тысяч. Были времена, когда я вообще не зарабатывал, был в минусе. Но я ждал просто ответа от Бога. И в один прекрасный день, после того, как я отыграл прослушивание, через полгода, прослушивание в Финляндии, через полгода приходит мне письмо. Что они хотели бы меня видеть, не хочу ли я переехать к ним на работу. И среди всего этого было очень сложно решить. Потому что там нужны финансы на переезд, другие планы. Что мне делать тогда с немецкой Визой? На тот момент у меня не было Визы. И если я переехаю в Финляндию, то с Германией можно попрощаться, я уже тут 8 лет. Слава Богу, это работа временная. И последнее свидетельство, когда я молился, и уже купил все билеты в Россию, Финляндию. И понимаю, что все, уже такой Минус, что у меня на руках всего там сколько-то, 30-40 центов. И я попросил, и к тому же моменту я все мои Тикеты для России, для Финляндии. И я уже получил большие деньги, и в руках 30-40 центов. И из банка уже названивает. И я просто попросил в тайной комнате Богу. Попросил именно тем словам, которые Бог дал в Нагорной проповеди. Собирайте себе Сокровища на небе. Собирайте себе Сокровища на небе, где не молни, Жанни истребляет. И не может быть, чтобы человек служил и Богу, и Маммоне, и Деньгам. И я просто сказал, Господь, я доверяю тебе. И я сказал, Господь, я верю тебе. Я вышел на улицу и начал искать деньги. Господь, у тебя же нет ничего невозможного. И я понимаю, дай мне либо какую-нибудь работу до отъезда, чтобы меня потом при приезде обратно в Германию, там, с полицией не взяли меня из рапорта. И я молился, Господь, вот эти 30-40 центов, они даже если вас сто крат приумножится, этого будет недостаточно. И я молился, Господь, если эти 30-40 центов, если эти 30-40 центов, если они даже в 100-40 центов, то, что минимум в 1000 центов, то, что мне не помогло. И я просто нужна к Богу. И мне просто приходит один Божий человек на служение. И мне приходит к Богу. И дает мне послание от Бога. Это ровно та сумма в тысячу раз, которая была у меня на руке. И это была именно такая сумма, которая 1000-фаха была, чем я в руке. И он слышит, что мы, когда мы к нему обращаемся в тайной комнате, И он слышит, когда мы к нему к нему, когда мы к нему к нему к нему. И я хочу просто вас обучить. Надейтесь на Бога. И я хочу просто вас обучить. Не забирайте себе Сокровищ на земле. И не забирайте себе Сокровищ на земле и не забирайте себе Сокровищ на земле и для его Царства. И для его Царства. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»